Приветствую вас на канале час ремонта. Сегодня на обзоре ротационный фрезер Makita 3710. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Ротационный фрезер Makita 3710 используется для вырезания отверстий и пазов в произвольной формы в дереве, гипсокартоне, композитных материалах, керамической плитке. Фрезер получил прозрачную пластиковую основу, позволяющую вам видеть поверхность обрабатываемой заготовки во всех деталях. Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному воздушному охлаждению двигателя. Быстрый доступ к щеткам предусматривает возможность их самостоятельной замены без необходимости обращения в сервисные центры. Корпус оснащен мягкими накладками для надежного удержания без проскальзывания. Фрезер весит всего 1,6 кг, что способствует лучшему контролированию процесса фрезерования, а также управлению самим инструментом. В комплекте, кроме самого фрезера, вы получите параллельный упор, пару ключей, направляющую, фрезу 6 мм, цангу 6 мм и документацию. Упаковка – картон. Фрезер с мощностью электропривода 530 Вт развивает рабочие обороты до уровня 35 000 оборотов в минуту, обеспечивая точный и быстрый выем материала. Инструмент относится к ротационному типу и поддерживает использование оснастки с хвостовиком диаметром 6 мм в цанговом патроне. Продуманная форма наклонной подошвы позволяет легко и быстро делать ровные фаски, выкружки, желобки и коннелюры, ваники и полочки, окантовки с углом до 45 градусов. В прямом положении основания инструмент работает как подрезной фрезер. С его помощью выполняется скрытая обработка кромок заподлицо, а также выпиливаются отверстия в тонких заготовках типа фанеры, снимаются свесы. Также фрезер способен выполнять фазовые операции. С использованием прямых фрез аппарат делает неглубокие выемки, например, для петель, замочков, защелок и т.д. Особенно эффективен инструмент при использовании шаблона. Мощный двигатель для оптимальной производительности. Высокая скорость вращения для обработки твердых материалов. Прозрачная пластиковая основа позволяет хорошо видеть обрабатываемую деталь. Регулируемый наклон базы в диапазоне 0,45 градусов, малый вес снижают энергоемкость рабочего процесса. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам негатив. Фрезы найти проблематично. Нет регулировки оборотов. Иногда слишком легкий. Подошва из оргстекла. Но есть и позитивные отзывы. Удобный, легкий, биений нет. Греется в пределах нормы. Простой, как 3 копейки. Сделан добротно. Массивная алюминиевая крыльчатка. Бронированный ротор. Богатая комплектация. Невысокая цена. Возможно, вы станете владельцем этой модели ручного фрезера. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!